Примерно раз в неделю я посещаю сайт Charter Billboard, там я отслеживаю ход 100, топ 200 и не раз в своих видео я ссылался на этот ресурс, так как благодаря нему можно отслеживать новинки, понимать какие тренды сейчас, кто провалился в продажах, а на кого стоит возлагать надежды. Помимо всевозможных рейтингов и статистики, на ресурсе бывают весьма интересные статьи, посвященные музыке, бизнесу и индустрии в целом. И одна из них на первый взгляд кажется невзрачной, будто это очередная статистика, но по итогу, только спустя месяц, все на нее обратили внимание и открылся ящик Пандоры. И что же в ней такого, спросите вы? В этом чтиве описывается, самое что ни на есть, теория заговора, как Лил Пампа и других фрешманов делают звездами в эпоху соцсетей, лайков и подписчиков. И это не очередная безумная конспирология от пиарщиков РЕН-ТВ, там все доходчиво объясняется, причем тем человеком, что и продвигал Лил Пампа. И конечно вы скажете, что Лил Памп это талант, новатор, яркий образ, пердящий бас и заедающий припев залог успеха. И у меня вопрос, а с каких пор это стало залогом успеха? Ведь еще год, полтора назад ценилась совсем другая музыка. Может быть нам просто навязали это? Есть некий Дуний Баттл, основатель агентства The Light Global. На своей главной страничке компания заявляет, что внимание влияет на интернет. В ее состав входят музыканты, продюсеры, СМИ, звукозаписывающие лейблы, музыкальные издательства. Но кто именно из них неизвестно. Это некие музыкальные масоны. Главный мужик в агентстве роется по всему интернету и отыскивает потенциальных героев сети, триумфаторов, чартов. И как вы поняли, он заметил Лил Пампа. Продюсеру понравился образ Гэзи. Эти волосы, провокационность. И попадись ему другой, более безбашный, то звездой стал бы не он. На тот момент у насоса еще было менее, 100 тысяч подписчиков суммарно. Начались переговоры, а в дальнейшем сотрудничество. В структуре этого агентства имеются различные ресурсы от музыкантов до издательств. И это не всякие ноунеймы. В состав Light Global входят так называемые лидеры взглядов или лидеры мнений. И простым смертным неизвестно, кто же является членом этой конторы. Прям тайное музыкальное правительство. Каждый из этих лидеров мнений это ресурс, что обладает авторитетом и к нему прислушиваются. Подумайте сами, закупать баннеры в соцсетях, с пиаром концерта, наружная реклама по городам. Это работает слабо, необходимо действовать хитрее. Лидеры мнений стали активно продвигать насосы. Причем делали это весьма умно и ненавязчиво. И благодаря разным рэперам, продюсерам, хип-хоп сайтам появилось ощущение, будто все единогласно заметили насоса. Стали хвалить, кидать респекты. Статьи о будущем таланте. Попадания в разные рейтинги. Его продюсер настолько влиятелен, что в состоянии даже устанавливать рекомендации в приложении для синхронизации губ мюзикали. И впихивать туда, на лидирующие позиции треки насоса. А также продвигать мем Эшкерри и Гущи Ганг в снайпчат и инстаграм. И это сработало. Контракт с Warner Bros. также был неплохой частью плана баттла. Кстати, это компания первый, открытый член Light Global. Сейчас такое время, что число подписчиков в комментариях косвенно говорит о твоей успешности и вообще о твоем таланте среди маргиналов. Конечно же не все, но многие руководствуются трендами и числом просмотров при выборе музыки. Этим людям важно слушать не то, что нравится, а быть в тренде, шарить и все прочее. Также в этой статье указаны Smoke Purp, Skim Mask, X. Хотя на сайте клиента Flight Global указан только насос. Такое ощущение, что музыкальный рынок отвоевывает монополию и старается не впускать новых артистов. Такое часто было в поп-музыке, а так как рэп сейчас жанр номер один, то все старые технологии перекочевали в него. Интересно, а есть ли у нас в индустрии такие вещи? Сейчас в рэпе решает правильная SMM политика, лайки, репосты, прослушивания и просмотры. А их количество не всегда говорит о качестве материала. Когда твоя семья LZR1 и LZR2? Ссылку на статью я оставлю в описании и вы можете сами ознакомиться. А также на сайт Flight Global. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, любите рэп и всем удачи!